Всем привет! Сегодня буду готовить очень вкусный и насыщенный шоколадный крем. Этот крем буду готовить на сметане, потому что не все могут и не у всех есть желание использовать именно сливки для шоколадных кремов. А этот крем получается таким же пышным, плотным, ложится толстой прослойкой в торте. В общем, очень вкусный, насыщенный и шоколадный. Не можно и капкейки сверху украсить, то есть он в принципе и форму хорошо держит. Для начала я буду отвешивать сметану. У меня 15% сметана и она жидковатая для взбивания, поэтому я ее буду отвешивать. У меня здесь было изначально где-то 600-650 грамм сметаны, которую я вот так вот буду отвешивать. Из нее у меня останется 440 грамм и уже тогда буду я ее совсем смешивать. Если у вас жирная сметана и она взбивается у вас и так без отвешивания, пожалуйста, вы видите, вот с нее сразу уже начинает капать. После того, как у нас отвесилась сметана, отвешивается она около 4-6 часов, лучше это делать в холодильнике, растапливаю шоколад. Затем добавляю в шоколад горячее молоко. Оно должно быть где-то хотя бы градусов 80 температура. Вначале шоколад не очень хорошо дружит, но потом становится красивая, блестящая и гладкая масса. Вот такая вот. Но масса еще довольно горячая и потом к сметане добавить мы ее не можем, потому что крем будет жидким. Теперь добавляю сюда еще немножечко масла. Масло у меня холодное из холодильника, это как раз и чуть-чуть студит нашу смесь. И отставляю нашу смесь, пускай она остывает. И тем временем начинаю взбивать сметану с сахаром. Повторю, что у меня из 600 грамм осталось 440, то есть 150 грамм у меня с сыворотки просто сбежало. Взбиваем, получается вот такая вот плотная масса у нас. Сметана хорошо взбивается и теперь в эту массу будем добавлять уже шоколад. Добавляем два приема, немножечко, чтобы остыла наша смесь. Она не должна быть даже вот теплой, она должна быть такой, как комнатной температуры, чуть-чуть теплее. Добавляем, вылила всю эту смесь туда и быстренько взбила для того, чтобы смесь не начала схватываться у нас от холодной сметаны. И теперь соберу просто оставшийся шоколад, который у меня остался по стенкам и уже все вместе еще раз взобью хорошо. За счет того, что сметана у нас была холодная из холодильника, шоколад начинает схватываться и крем моментально становится плотным. Советую работать с ним сразу. Он очень красиво ложится на тортик. Здесь у меня шоколадный бисквит, его рецепт я оставлю, наверное, попозже, если будет вам интересно, поставьте плюсики и я этот рецепт шоколадного бисквита тоже оставлю. Он такой же вкусный, как и шоколад на кипятке, но намного более воздушный и нежный. Вот так вот у меня получился очень вкусный тортик. Я здесь переложила его карамелизированной игрушкой, а сверху у меня будет малина в прослойке. В общем, получился очень-очень вкусный шоколадный торт. Не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч и вкусной вам выпечки. Пока-пока!